привет друзья меня зовут геннадий я по-прежнему профессиональный декоратор давно мы с вами не виделись они виделись мы за того что мы делали огромный объект с большим количеством художественных декоративных штукатурок о чем я сейчас вам как раз и расскажу после чего мы начнем интересную рубрику ответы на вопросы декоратору где затронем денежную тему которая в принципе всем интересно краешком глаза я уже посмотрел какие-то вопросы которые вы задавали мне в инстаграм именно там я анонсировал эту рубрику также у нас будет про развитие декораторов но сейчас в общем то непосредственно то чего начну то почему меня не было в течение там месяца не пилил ролики на youtube потому что мы делали вот эту работу а а а и а Ну что ж, друзья, перед вами ресторан под названием «Жасмин». Он совсем скоро откроется, я думаю, что в течение месяца, и находится он в центре Выборга. Так как мы работаем по Питеру, Выборг для нас являлся командировочным объектом, поэтому, в принципе, мы все обговорили и согласовали. Здесь был ценник достаточно интересный и объем достаточно большой. Мы выполнили примерно за 20 дней где-то в районе 350 метров декоративных штукатурок в трафаретных художественных техниках. Каждая техника утверждалась по дизайн-проекту или по референсам, мы все утверждали с дизайнером, делали на каждую технику предварительные образцы, подбирали цвета индивидуально. Блин, побольше бы таких работ на самом деле, потому что я по-настоящему кайфанил от этой работы. Во-первых, хороший объем, и все штукатурки, как Вы можете заметить, достаточно насыщенные. Все они имеют художественное расположение, все они имеют композицию определенную, и все они делались с предварительным эскизом. Вот такая классная работа, отличный там был заказчик, приятный молодой человек, который открывает свой ресторан. И, конечно, хочется, чтобы таких работ было как можно больше, потому что это именно то, на что хочется тратить свое время. Это настоящее творчество. Субтитры создавал DimaTorzok к вопросу о том, что есть некоторые коммендаторы, которые пишут, ну и что, ты типа нанес на свои там картонки, ты попробуй на стене нанеси. Ну, блин, ребят, все можно нанести на стене, абсолютно все мастер-классы, которые я провожу, вне зависимости от их сложности, можно нанести на стене. По крайней мере, мы это можем сделать. Так что, если Вы так пишете, то, скорее всего, Вы просто не подписаны на мой инстаграм. Там я очень много рассказываю о том, как наносить, очень много даю каких-то мелких советиков. Ну и, в принципе, там можно следить гораздо пристальнее за нашей деятельностью. Давайте теперь приступим к ответу на вопросы. С места в карьер, как говорится. В общем-то, так, первое. РВ Буренок. Здравствуйте. Первое. Во сколько лет начал полноценно сам работать с декоративками? Сейчас мне 33 года. Кстати, недавно была днюха. 8 марта. Полноценно начал работать с декоративками. То есть, я начинал прямо с места в карьер. Это было там... Когда это было там? Начало 2000-х годов. Мне было 18 лет. И, в принципе, с 17 лет я уже работаю с декоративками. Ну как? Я уже начинал тогда с ними работать. То есть, у меня уже были свои объекты. Но начинал я... Самые первые мои объекты начинались с того, что я обклеивал скотчем, обклеивал пленкой под запыление материалами такими из краскопульта антивандальными. Тогда было много бизнес-центров, много всего отстраивалось. Я попал в такую фирму, которая была одна из таких крупнейших фирм в Санкт-Петербурге, которая достаточно быстро развивалась. И за счет того, что было тогда такое быстрое развитие, в принципе, страна тогда очень хорошо развивалась быстро. Это было начальное время на Путина. Не как сейчас. В общем, тогда был быстрый рост. И я из подсобника быстро стал мастером, достаточно быстро стал бригадиром. Но это, конечно, не только заслуга того, что все развивалось. То есть, понятно, я приложил тоже к этому свою руку, усилия, показал себя, наверное, с лучшей стороны. И, в принципе, мне нравилось то, чем я занимаюсь с самого начала. Так, дальше. Номер 2 вопрос от того же человека. Про декор ваш. Если ваш, то как пришло в голову его создать? То есть, да, блин, ну, понятно, мой. То есть, про декор это и есть я. Потому что тут, блин, все как бы зависит от меня. Все в ручном управлении. То есть, про декор это такой, как бренд, больше профессиональный. Ну, как я это придумал. Про декор прошуровывается, как профессиональные декораторы. То есть, это моя команда моих декораторов. Про декор. Ну, соответственно, мы подбираем штукатурки индивидуально, наносим эксклюзивы какие-то, делаем для каждого заказчика. Мы можем подобрать какое-то специальное решение, которое не будет шаблонным, не будет у всех, а будет вот конкретно у этого человека, который захочет. Соответственно, для этого нужны именно профессиональные декораторы, которые умеют колеровать, попадать в нужный цвет, делать непростые решения, делать это стильно и со вкусом. Или более дорогие. Какая самая первая хорошо точная декоративка, которой ты научился? Интересный вопрос. Я, если честно, даже не помню, что прямо четко какая-то... Это именно одна декоративка была, потому что там была такая ситуация, что каждый раз тебя ставят на объект с каким-то новым декоративным решением, которое, в принципе, тебе нужно... То есть, эту задачу нужно тебе каждый раз решать заново. Каждый раз новые материалы. То есть, тогда у нас тоже была компания мультибрендовая. Ну, вот где я начинал работать. Она называлась SKV Pipe. Очень крупная в Питере была компания, которая распалась впоследствии аж на 4 мелких компаний, после того, как все пересрались. Ну, кризис там был. Ну, в общем, такая история. Про декор в Украине существует ли, ну, как филиал? Про декор в Украине не существует. По крайней мере, про декор, тот, который относится ко мне, точно не существует. Алекс Космомэн. Почему нет обучения... А, почему нет онлайн-обучения? Проблемно приехать в Питер, а навыки, которые даешь ты, очень бы пригодились в РБ. Ну, это РБ, видимо, это Республика Беларусь. Ну, онлайн-обучение я сейчас готовлю. Я уже давно, блин, это анонсировал, но, поверьте, все запишу. Онлайн-обучение обязательно будет. На данный момент я провожу обучение только в Питере. И, кстати, приезжают с других городов ко мне на обучение, с всего СНГ. И даже иностранцы приезжали. Ну, как бы они русскоговорящие в какой-то мире, но все равно. Допустим, был товарищ из Кишинева. Был товарищ из Латвии, из Англии. И даже был итальянец один. И, кстати, из Беларуси тоже было 2 или 3 человека. Так что, в принципе, при желании, можете пока что приехать ко мне на обучение из Беларуси. Но, а дальше, конечно же, будет онлайн-обучение. Так, Асачук Андрей. Геннадий, здравствуй. В декоре уже как 3 года. В целом, все неплохо. Работаю в небольшом городке, что, конечно, сказывается на количестве заказов. Есть осознанность улучшаться в этой области, повышать свой профессиональный уровень, выходить на более серьезные объекты. Может быть, дашь несколько советов, как правильно преподносить себя как мастера. Способы находить заказы помимо сарафанного радио. Есть потребности в качественной информации. Если поможешь, буду крайне признатель. Творческих успехов. Всех благ. Спасибо за пожелания. Ну, в общем, конечно, по сути, сарафанное радио – это основной инструмент, который должен работать. И, естественно, пока он начнет работать, нужно нарабатывать какую-то более-менее клиентскую базу. То есть, соответственно, нужно понимать, что нужно относиться к этой работе со всей ответственностью, делать декоративку как себе. И если есть какие-то спорные моменты, всегда идти навстречу заказчику, чтобы он был доволен. Тогда он будет вас максимально рекомендовать. Как себя преподносить? Ну, в данный момент, конечно же, лучший инструмент преподнесения себя, то есть, лучший инструмент выстроения личного бренда в интернете – это не YouTube. На YouTube ролики пилить, скажу вам честно, очень сложно. Не каждому это дано, и это большой труд, который не имеет быстрого выхлопа. На самом деле, конечно, лучшая площадка на данный момент – это Instagram. Если вы хотите позиционировать себя как мастера, то советую всем завести свой личный индивидуальный Instagram, который не будет привязан к вашей какой-то семье, к вашей жизни обычной, который будет именно рабочей. Но чтобы преподносить себя как личный бренд, нужно рассказывать как обывателю в своих постах, о всяческих аспектах деятельности декоратора, то есть о материалах, которым вы работаете, какие-то ваши размышления, о инструментах, какие-то процессы нанесения, какие-то уже готовые работы, какие-то образцы. В общем, нужно разнообразный контент, который будет вас упаковывать как специалиста, потому что люди, которые все-таки покупают в интернете, они покупают у людей. То есть нужно, чтобы человек видел не только вас как какой-то классный магазин штамповки, декоративок, а чтобы, так сказать, была какая-то душевность, чтобы он видел вас личность и видел, соответственно, профессиональные компетенции. Ну вот как-то так. Понятно, что вначале всем достаточно сложно. Такие вопросы еще были, я, наверное, пропущу, потому что много вопросов именно о том, как начинать. Понятно, что начинать нужно, как всегда, семья, друзья, товарищи, постараться всем сделать декоративку, нанести по какой-то минимальной цене, чтобы у вас, о вас пошла какая-то молва, что вы вообще декоратор. Потому что декораторов на самом-то деле не так много, поэтому нужно для начала в ближайшем кругу это все распространить. Соответственно, плюс к этому нужно вести свои социальные сети. Инстаграм, ну и, наверное, не знаю, может быть, ВКонтакте. Я ВКонтакте вообще не захожу, но, то есть, я упор делаю на Инстаграм, ну и, соответственно, я делаю упор также на Ютуб. Только Ютуб это больше аудитория именно для мастеров, а Инстаграм это больше аудитория, наверное, все-таки для заказчиков. Такие дела. Темка39 спрашивает. Геннадий, расскажите про ценовое образование, если можно, с примерами. И как вы думаете, Москва, Питер и регионы должны сильно отличаться по стоимости работы? Я из Калининграда, занимаюсь отделкой, сильно загорелся декоративкой, обязательно ближе к лету приеду к вам на обучение. Классно, жду на обучение. Цена образования. В общем, смотрите, по Питеру примерно средний чек это 1800 рублей за квадратный метр. Это какая-то среднестатистическая декоративка, работа плюс материал. По Москве, соответственно, этот ценник может увеличиваться до примерно 20%. То, что касается регионы, этот ценник будет уменьшаться от примерно также 20%. То есть, Питер это такая цена 1800, средняя температура по больнице. У нас чуть-чуть подороже, но у нас как бы и специалисты гораздо более квалифицированные, чем в подавляющем большинстве всех компаний. Плюс я лично веду все объекты, я лично разрабатываю стили, образцы, подбираю цвета, контролирую все. И когда нужно, тоже сам приступаю к нанесению каких-то важных слоев. Дальше спрашивает у нас 4 years decor. Привет! Почему ты, когда на Венесанке рисуешь прожилки колером, а потом покрываешь воском, прожилки не стираются? Этот же колер, он и пальцем-то стирается. Не знаю, честно говоря, каким вы колером рисуете. У меня, в принципе, колер пальцем просто так не стирается, когда он высыхает. Понятно, что если его чем-то влажным потереть, то он будет стираться. Но воск же его полностью перекрывает и защищает. То есть, то, что мы нарисовали колером, в принципе, оно остается под воском, поэтому на него никакого воздействия больше не происходит. То есть, в принципе, если вы опасаетесь за то, что у вас прожилки будут стираться, вы можете дать им какую-то основу. Допустим, добавить в этот колер немножко водоэмульсионки, как для связующего, так сказать, вещества. Чтоб ничего не стиралось у вас. Чтоб уж точно ничего не стиралось. Ну, я так не делаю. Я, в принципе, делаю просто колером. И мне норм. Все, закрываю воском. Так, дальше. Каз-декор. Добрый день, я из Казахстана. В нашей стране только развивается декоративная штукатурка, но клиентов мало. А люди, которые делают ремонт, не очень понимают, даже не знают о декоративной штукатурке. Когда вы начинали этот путь, сами тоже была такая ситуация. Расскажите, как вы начали свой путь и что надо делать, чтобы клиентов было много. Ну, когда я начинал свой путь, опять же, повторюсь, это было в начале 2000-х. Эта тема, наоборот, сильно развивалась. Она была сильно в тренде у дизайнеров. И, в принципе, спрос был очень большой. Спрос постоянно рос, потому что тогда были лихие времена, когда у людей были прям большие деньги. И они начали сваливаться на некоторых прям как снег на голову. И люди пытались максимально их потратить. И максимальный жир это было заказать как по декоративку. Поэтому декоративка пользовалась хорошим, большим спросом. Это было очень престижно. Сейчас больше тенденция идет в сторону все-таки покраски. Но какие-то стильные декоративки все равно всегда останутся на плаву, как я считаю. Поэтому нужно больше работать именно над стилем ваших декоративных штукатурок, чтобы они соответствовали современным дизайнам интерьера. Скажите, что надо делать, чтобы клиентов было много? Нужно, как ни странно, это банально, конечно, да, но нужно развиваться. То есть нужно, во-первых, тренировать свою насмотренность, максимально смотреть хороших работ, максимально развивать себя в плане подбора цвета, максимально развивать себя в плане дизайна интерьера. То есть вы должны быть со всеми на одной волне. Вы должны понимать, как реализовать качественные, высокоуровневые дизайн-проекты. Вы должны понимать, как сотрудничать с заказчиками, у которых есть хорошее чувство вкуса. Тут именно, конечно, ниша на самом деле не заполнена, потому что большинство декораторов, они, может быть, имеют хорошие ровные руки, могут нанести какое-то стандартное классное решение. Но у большинства проблема с подбором цвета, с подбором именно стильного приглушенного цвета. И у большинства, я не говорю за всех, и у большинства подбора именно со стилистикой. То есть штукатурка смотрится совсем не модно и не современно. То есть нужно именно работать над этим. Конечно, когда вы добьетесь уже значительных результатов в индустрии, вас обязательно увидят, вас обязательно отметят нужные люди, и к вам обязательно придут хорошие заказы. Ни Каренина, ни Анна спрашивают. Как вы себя видите через 5, 10, 15 лет? Нравится ли вам то, что вы делаете? Спасибо за вопрос. Нравится ли вам то, что вы делаете? Да, конечно, безусловно, мне нравится то, что я делаю. И вообще, я думаю, что это такой банальный ответ, то, что чтобы добиться успеха в той или иной сфере, нужно обязательно, чтобы то, что вы делаете, вам нравилось. Только тогда придет успех. Как вы видите себя через 5, 10, 15 лет? На самом деле, через 5, через 10, 15 я точно не могу сказать. Скорее всего, это больше как в предпринимательской сфере я себя вижу. Через 5 лет я себя вижу как молодым отцом, я надеюсь. Ну, и хотелось бы, конечно, переехать в более хорошее место, чтобы была новая или квартира, или я еще думаю по поводу дома. Но на данный момент мы всего лишь встаем на ноги, потому что как индивидуальный предприниматель я существую только год. Это значит, что до этого я работал просто как мастер, я зарабатывал неплохие деньги по меркам среднестатистического гражданина, так скажем. Но сейчас у меня абсолютно другая ответственность, абсолютно другие материальные затраты. И, в принципе, то, что я сейчас зарабатываю, большинство у нас остается в обороне. То есть, все, что я даже... Все деньги идут в развитие, грубо говоря. Так как таковой прибыли я еще не получаю. Так что все идет в развитие, друзья. Ничего не бывает просто так. У меня деньги с неба не валятся. У меня нет богатого папы, у меня нет каких-то инвесторов, каких-то людей, которые меня промоутируют, продвигают. И никогда не было, собственно говоря. И я живу по принципу. Не верь, не бойся, не проси. Поэтому я ни у кого ничего не прошу и рассчитываю только на себя. Так, дальше. Так, декоративщик спрашивает. Даже не знаю, стоит ли интересоваться. Позорно, что ли. В общем, искренне говорю. За подобную работу Венеция в два цвета с прорисовкой прожилок я взялся впервые. Что, опять же, впервые договорился за эту сумму, о которой так давно только губу раскатывал. А как начал делать, что-то стал очковать. Выкрасно сделать куда легче, да и сумма для меня приличная. Было ли подобное? А то как-то страшно. Ну, подобное, конечно, было. И я думаю, что подобное бывает у всех людей, которые занимаются саморазвитием, которые растут в профессии. Потому что выход на новый уровень, это всегда связано с некими страхами. То есть, те люди, которые с этими страхами бороться не умеют, они отказываются себе, отказывают на данный момент себе выход на next level, так скажем. И остаются на данном как бы уровне. То есть, если вы с этим страхом умеете справляться, это значит, что вам уже пора расти. Вам нужно соглашаться на эти работы. Вам нужно брать ответственность на себя. Вам нужно именно более, ну, более ответственно, что ли, подходить к делу и не ссать. Вот такие дела. Это хорошо. Это хорошо, что есть такие эмоции. И это значит, что есть рост. Смолова Джей спрашивает. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чего начать и стоит ли оно того по финансам? Где найти вдохновение? С чего начать свой блог? Так, ну, тут как бы все в кучу, на самом деле. С чего начать что? Свой блог? Ну, давайте вот с блога начнем, да. С чего начать свой блог? Наверное, с того, что у вас должен быть как минимум какой-то телефон. Это или последний двухлетний какой-то флагман на андроиде. Или айфон, начиная там условно с восьмерки. Этого уже хватает, чтобы начинать свой блог. Для того, чтобы вам что-то начать записывать, вам, соответственно, нужен петличный микрофон. Или если это касается айфона, там, в принципе, он неплохо пишет звук на свои наушники. Или, ну, и, точнее, они или. Какой-то обычный светильник икеевский. Лучше несколько штук, которые вы сможете выставлять, регулируя свет. И можно уже пилить свой блог. Даже вот на этом уровне можно уже начинать. Дело в том, что вы не поймете, как его развивать, пока вы не начали его пилить. Это такой парадокс, как бы, и нужно просто начать. Соответственно, выбрать тему для своего блога тоже нужно. И выбор темы зависит от того, в чем вы действительно разбираетесь. И то, от чего вы горите. Потому что, если вы будете обозревать какую-то интересную тему, которая вас самих захватывает, то, соответственно, и зрителю это тоже рано или поздно понравится. И вы наберете свою аудиторию. Если вы в том, о чем вы говорите, вы будете все-таки некомпетентны и вам, вы, как бы, будете делать это якобы ради денег, а не ради кайфа, то ничего у вас не получится с этим блогом. Потому что нужно именно кайфовать от того, что вы делаете, или быть в этом сильным, большим специалистом. Денег в блогинге, так скажем, в узких нишах очень мало. Чтобы начать что-то зарабатывать именно как блогеру, нужно долго развиваться. Вот зарабатывать я начал не так давно, примерно там полгода назад. То есть до этого два с половиной года практически мой блог не приносил абсолютно никаких заработков. То есть это были только абсолютные потери, как во времени, так. Ну, в общем, записать один ролик, вы, когда вы с этим столкнетесь, вы поймете, что это нифига непросто. Особенно, когда нужно сделать это в качестве мастер-класса, показать все нюансы. И, соответственно, я записываю все сам, записываю себя сам, монтирую сам. Потому что, чтобы нанимать там каких-то дополнительных людей, у меня нет финансов. Да и даже, когда они есть, я не чувствую, что это, ну, то, что игра как бы стоит свеч, грубо говоря. Я и сам могу все это сделать на данном этапе. Когда я стану совсем богатый, наверное, я смогу себе это позволить. Ну, совсем богатый, это так, чтобы я вообще не чувствовал никакой финансовой привязанности. То есть, грубо говоря, у меня вообще, я не должен париться, сколько что стоит. У меня на все должно денег хватать. А пока что делаю все сам. Ну, и вам, соответственно, рекомендую начинать именно тоже с малого. И постепенно вы увидите свой рост. Где найти вдохновение? Где найти вдохновение, соответственно, я подразумеваю под вдохновением какую-то насмотренность. Всю свою насмотренность, например, я беру с того же самого Инстаграма. Вы можете зайти на мой Инстаграм, посмотреть мои подписки и, собственно говоря, подписаться на мои подписки. И там вы, в принципе, увидите все, от чего я вдохновляюсь. Беру какие-то новые идеи, модернизирую их и реализую уже в своем стиле. Такие дела. Дальше у нас спрашивают демастер МСК. Геннадий, привет, давно слежу за твоим творчеством и профессионализмом. Спасибо. Я занимаюсь малярными работами, но часто заказчики спрашивают о декоративных покрытиях. Понемногу учусь, исходя из твоих роликов. Также беру мастер-классы. Теперь сам вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в касту декоратора? С чего начинал? На что стоит обращать внимание новичкам? С какими материалами лучше не работать? Ввиду отсутствия опыта. Ответы жду в ролике. Спасибо. Спасибо за вопрос. В общем, я уже эту тему затронул. Начинал я в начале 2000-х с фирмы. И начинал я с, грубо говоря, подсобных работ. Потом перешел уже... Меня поставили к мастеру, который был как бы бригадиром. Я под его начальством начинал делать какие-то объекты. Потом фирма начала расширяться. Я делал свои объекты. Потом я стал бригадиром. И уже у меня была своя небольшая группа, которой я руководил. И вместе мы делали объекты. Потом фирма распаялась. И я оказался под руководством того человека, который был в этой фирме из Кава Пайп техническим директором. Базин Александр Зазовут. Кстати, это ученик одного из первых человек. Была такая группа художников, которые впервые привезли венецанку в Питер. Вот это его ученик, а я, грубо говоря, ученик от Александра Базина. Ну вот с ним мы долго проработали. Он меня многому научил. Но в том числе многому я научился сам. После этого я уже перешел на вольные хлеба. Начал потихоньку работать сам. Начал сотрудничать со многими фирмами, в числе которых были тоже достаточно крупные. И там я уже наносил какие-то сложные работы, художественную венецанку и так далее. Ну вот, собственно говоря, после чего я уже запустил свой блог. Начал работать как уже, так скажем, сейчас я работаю в принципе как директор. То есть я и значусь как директор, и стараюсь руками работать меньше. Но все равно это делать приходится. Потому что, ну, как я уже говорил, большинство работ, которые мы делаем, они действительно сложные. И поэтому приходится всегда как-то свою руку к этому прикладывать. Ну, как минимум, даже если работа более-менее стандартная, все равно я стараюсь все контролировать. Сам подбирать цвета и, ну, в общем, все контролировать, чтобы как бы за бренд отвечаю я полностью от начала и до конца. С какими материалами лучше не работать? Ну, на самом деле, я так точно сказать не могу, потому что у каждой линейки материалов, у каждой фирмы-производителя есть какие-то хорошие материалы и есть какие-то плохие. Тут, конечно, уже все дело зависит от опыта. Вам, наверное, нужно как-то пробовать методом тыка, ну, или просто пересматривайте мои ролики. И, как правило, я пользуюсь нормальными материалами. А если в моих работах какой-то материал попался действительно хреновый, то я об этом обязательно скажу. Ну, вот как-то так. Обращайте внимание на те материалы, которыми я работаю. Я думаю, что они достаточно доступны в большинстве случаев. Так, Best4U39 спрашивает. Здравствуйте. Были ли сложные жизненные ситуации, когда все плохо, денег нет, заказов нет и так далее? Как вы из них выходили? Спасибо. Ну, вообще, у меня жизнь так-то, честно говоря, не сахар была. Как бы я большинство своих лет провел, грубо говоря, в стрессе. У меня была семейная ситуация, достаточно тяжелая. И до 27 лет я пережил очень много разных перипетий. Что касалось прощания с близкими. То есть, в принципе, всех своих родственников к этому возрасту я уже похоронил. Потом у меня была длительная депрессия, из которой я вот выходил. И вот, в принципе, конец моей депрессии можно обозначить начало блогом на YouTube и новыми отношениями, которые вот сейчас у меня отлично развиваются. Были разные ситуации, когда и денег не было абсолютно никаких, когда был в глубокой депрессии. Но, опять же, в эти моменты на помощь приходит, я думаю, большинству приходит саморазвитие. То есть, в эти моменты, мне кажется, лучше всего посвятить максимум времени саморазвитию, посвятить себе, расставить какие-то для себя, так сказать, жизненные приоритеты и утвердить какую-то жизненную философию для себя. Ответить на риторические вопросы, хотя на них нет ответа, но, как бы, я условно говорю, да, там, в чем смысл жизни, там, и так далее. Вот это все то, что на нас накатывает, как бы, в условиях какого-то психологического кризиса. Ну, и когда вы для себя все это по полочкам расставите, вам уже нужно брать себя в руки. В моменты, например, глубокой депрессии мне помогали какие-то техники медитации, естественно, помогает спорт, ну, и, естественно, помогает то, когда вы занимаетесь любимым делом. Не очень-то хочется об этом вспоминать, потому что хочется вспоминать о хороших моментах. Хороших моментов тоже было достаточно много. Например, у меня было достаточно неплохое детство, в то время как я был совсем мелкий, то есть у меня всегда были все классные игрушки, у меня всегда были какие-то трансформеры, когда батя еще не начал пить. У меня в этом плане вот самое мое мелкое детство было, проходило очень классно, там, бабушка с дедушкой возили меня куда-то на отдых. Дедушка покупал мне там, когда мне было совсем мало лет, там, купил и Sony PlayStation, и компьютер, и Sega, то есть в этом плане у меня не было никаких проблем. Это было классно, хоть жалею в коммуналке, но такие игрульки в детстве я, как бы, в детстве я наигрался, в общем, в это все дело. Так, ну, не будем о грустном, давайте идти дальше. Так, дальше Supermax5620 спрашивает. Привет, сколько тебе лет и кто-то по гороскопу, что-то кому-то это важно. И со скольки лет начал интересоваться декором? Ну, вот декором я начал интересоваться, собственно, тогда, когда я начал уже непосредственно работать, и работа моя была связана с декоративными штукатурками, то есть в 17 лет. До этого я декором не интересовался, потому что я, как бы, в принципе, и не знал об этом. В моей работе до этого были всякие такие темы, как... Ну, в общем, это было связано со стройкой, именно поэтому я, наверное, попал, ну, то есть именно в декоративку, потому что, так или иначе, я какими-то вот такими деятельностями занимался, всегда искал какие-то шабашки. Мы там друзьями работали на демонтаже, когда мы были мелкие, то есть я работал там и газеты разносил, и объявления расклеивал, и что-то там ходил впаривал по какие-то духи, какие-то колгонки. В общем, ну, старался заработать как мог, и в техношоке я работал продавцом. Ну, в общем, все это, конечно, был жуткий развод за жуткие копейки, и нигде, и нигде долго я на таких должностях не проработал. Но всегда искал какие-то подработки, и вот, в принципе, нашел то, что искал. День рождения у меня 8 марта, международный женский день, вот, недавно исполнилось 33 года, и по гороскопу я, соответственно, рыба. Но в гороскоп я, как бы, не верю, поэтому, не знаю, кому-то это интересно, так, сколько лет, а, ну, все, с этим все, так, дальше. Ну, новые тенденции, это, безусловно, природные цвета, какие-то приглушенные цвета, очень мало используются открытых цветов, все природное такое. Бежевая, серая, цвет камня, таракотовая, песчаная. Декоративка двигается, кстати, в таком достаточно удручающем направлении. Не знаю, как это будет развиваться раньше, но, по крайней мере, как это будет развиваться позже, но, по крайней мере, сейчас я вижу многие европейские тенденции к тому, что везде, блин, все выкрашивается краской, и декоративка используется больше как микроцемент. Какие-то неубиваемые такие вещи, в ванных комнатах полностью микроцемент очень часто начали делать, и в качестве акцентных стен, ну, в принципе, то, что, например, реализуем мы, оно достаточно, наверное, адекватно сегодняшнему дню, хотя нет, у нас там иногда такие художественные работы, которые тоже редко где применишь, они именно к месту хороши. Но, в принципе, в Инстаграме хватает у меня современных каких-то декоративок и современных решений, можете посмотреть там. Чего хотелось бы больше видеть в интерьерах? Ну, вот я сейчас склоняюсь к тому, чтобы разрабатывать больше декоративок именно каких-то лаконичных. То есть, у меня два направления. Одно направление я развиваюсь в сфере трафаретных декоративок, там я создаю что-то такое классное, интересное, художественное, винтажное. И в сфере декоративок, которые вот как раз к современным интерьерам подходят, а это все-таки движется в сторону матовости какой-то и в сторону каких-то минимальных решений. То есть, все-таки декоративка на сегодняшний день модная именно какая-то минималистичная. Так, идем дальше. Стасия Драу Воллс спрашивает. Как ты пришел к тому, чем сейчас занимаешься? Что делал до этого? Учился, не учился? Рисование стало отправной точкой или что-то другое? Опять же, искал работу, попал к декораторам, ну, случайно, потому что был связан с демонтажом и как-то со стройкой наверняка из-за этого. И у меня, получается, товарищи тоже работали уже там в декоративке и подтянули как бы меня. Они тоже туда попали случайно. Специального художественного образования у меня нет. Все, что я умею на сегодняшний день, это за счет того, что я много самообучался и много занимался именно саморазвитием, ростом собой в сфере декоративно-художественных работ. Работаю 17 лет, поэтому вот так. Так, второй вопрос. Это работа мечты делать стены или промежуточный этап? Ну, конечно же, работы мечты на данном моменте я, конечно, для себя это назвать не могу, потому что все-таки я уже очень много сделал именно своими руками. мне хочется все-таки какой-то действий, какую-то деятельность в сторону предпринимательства, чтобы можно было это, во-первых, и масштабировать, и чтобы не требовалось моего операционного руководства. А тут у меня все вообще ручное управление, короче. Все сам да сам, и без меня тут ничего не работает, поэтому очень много сил это высасывает. Конечно, хочется в будущем как-то больше заниматься просто тем, что нравится, саморазвитием, и иметь какой-то бизнес, может быть, даже не связанный с декоративными штукатурками, а какой-то более расширенный, то есть, точнее, связанный, но более расширенный. Может быть, квартиры под ключ, еще что-то, но как-то настройте это так, чтобы не требовалось мое постоянное вмешательство. Какова конкуренция в этой деятельности? Насколько это перспективно и может приносить доход? Декоративная штукатурка, тут, в принципе, конкуренция есть, но она достаточно умеренная. То есть, это неплохая ниша, чтобы выстрелить, если вы можете грамотно устраивать бизнес. Приносить доход, соответственно, это тоже может, потому что, в принципе, во многих регионах только начинается, как бы, рост декоративных штукатурок, то, через что уже прошли Питер и Москва, в регионах еще очень даже актуально. Так, и пятый вопрос от Стаси Дроволс. Венцанская штукатурка, а работа со стенами не девичья работа? Ну, кстати, да, на самом деле, вот если мы имеем в виду венцанку классическую, да, как она есть, то все-таки, наверное, это больше мужская работа, потому что требуется именно большая физическая затрата при работе с венцанкой. Очень много нужно полировать, очень сильно нужно уплотнять поверхность, чтобы получить максимальное качество. Хотя я знаю девушек, которые делают венцанку на уровне точно не хуже, чем мужики, и даже в некоторых случаях лучше. Но, конечно, в основе своей венцанка подразумевает физический труд. Так что имейте это в виду. И шестой вопрос от Стаси Дроволс. Как себя раскручивать? Нужно ли делать дополнительный сайт или инстаграма будет достаточно? Именно по месту жительства себя продвигать или по всей России? Или вообще ориентироваться на зарубежных клиентов? Ну, вообще, я думаю, что это как раз-таки есть поступательный рост, когда вы раскручиваете себя сначала по своему региону, потом по всей России, а потом уже выходите на зарубежных клиентов. Конечно, я в идеале хочу выйти на зарубежных клиентов. Я хочу, может, это сейчас как-то пафосно, суперкруто прозвучит, но я хочу работать с арабскими шейхами, с голливудскими звездами, делать им эксклюзивы. И как бы кто-то же им наносит декоративку, вы понимаете? То есть это значит, что на месте этих людей могу быть я. То есть я могу наносить декоративку всяким иностранным селебрити. Почему нет? И, соответственно, я работаю в этом направлении. Это не просто слова. Недостаточно, если вы что-то хотите, просто об этом как бы говорить. Соответственно, у меня есть несколько тем, как я двигаюсь в эту сторону. То есть я, во-первых, для себя поставил определенную планку, что я должен выйти на очень высокий уровень. Я постоянно саморазвиваюсь. Я стараюсь не стопориться нигде. Ищу новое вдохновение, новые горизонты, куда можно идти. И я вижу, что развитие там еще очень большое. И, соответственно, вы, может быть, не заметили, но последние свои ролики, они уже идут с субтитрами. Последние мои ролики идут с субтитрами. Это значит, что они доступны для англоязычной аудитории. А это значит, что теоретически уже может быть какой-то иностранный заказ. Плюс я настраиваю таргет сейчас тоже на страны, которые мне интересны для сотрудничества на Лос-Анджелес, на Голливуд, на Дубай. Я пока что совсем только недавно начал этим заниматься. Именно Инстаграм, встроенная реклама, таргетинговая, я ей пользуюсь. И туда потихоньку, потихоньку отсылаю. Но я думаю, что рано или поздно такие заказы ко мне придут. А там уже главное зацепиться. Одному сделал и там пошел. Ну, так я себе это представляю. Но я думаю, так оно и есть на самом деле. Поэтому еще раз. Сначала местный уровень своего города. Старайтесь тут развиться. Потом старайтесь выйти на какие-то более крупные города. Если вы из более маленького города, то есть уже, наверное, вам имеет смысл как-то, может быть, попробовать перебираться в Питер и Москву. А потом уже работать на иностранного клиента, который пока что даже для меня мифический. Хотя, ну, уже уровень у нас высокий. И мы уже, в принципе, даже я не работая на себя, а работая на фирму, у меня уже было очень много заказов высокого уровня. То есть это были и российские звезды шоу-бизнеса, это были и кооператив Озеро, если вы понимаете, о чем я. В общем, что касается российских заказчиков, у меня очень большой опыт. Хотелось бы, конечно, выстрелить туда. Голливуд, Голливуд нас ждет, ребят. Турачок. А почему нет? Почему нет? Кто-то же им делает, правильно? Правильно. Так, салон Елен Декор спрашивает. Геннадий, добрый день. У меня куча вопросов. Как формируется ценообразование? Ну, блин, как формируется ценообразование? Допустим, у нас это как происходит? Мы продаем работу под ключ. То есть мы не заморачиваем нашего клиента на то, чтобы он отдельно считал материалы, отдельно работу. То есть мы ему даем просто вот эту цифру. Вот эта цифра, работа под ключ. Все. И туда входит, соответственно, понятно, что материал себестоимость. Если вы салон, если вы какое-то уже крупное предприятие или крупный деятель, то у вас наверняка есть дилерские скидки. Соответственно, вы берете эту цену и прибавляете к ней цену выполнения работ. Обычно на всех стандартных фирмах выполнение работ примерно осуществляется так. Процентов 30 получает мастер и процентов 70 получает фирма. В моем случае, так как у меня мастера очень высокого уровня, мы работаем с ними, как правило, 50 на 50 или 40 на 60, где 40 это мои. Моя задача состоит в том, чтобы утвердить образцы, разработать техники, подобрать техники по визуализациям, заколеровать цвета, обеспечить нужными инструментами и материалами вовремя мастеров, поставить на объект, закупить расходники, заполнить документы, нести полную ответственность, контакт постоянный с заказчиком. Работа мастера просто хорошо нанести, сделать свою работу, чтобы он ни о чем не парился. И, соответственно, получил тоже нормальные деньги. Это как бы ситуация вин-вин, когда у нас мастера высокого уровня, соответственно, заказчик получает работу, выполненную тоже высокого уровня, когда я получаю деньги, и как бы мастера тоже довольны, потому что они работают не первый день, и их как бы деятельность, она тоже должна окупаться. Такие дела. Поэтому, в принципе, у нас чуть выше рынка цены. Но это и нормально. То есть вы, когда заходите в салон BMW, вы же не спрашиваете, а почему это BMW стоит там, не как условное, там Nissan какой-нибудь. Все там понятно. Там просто лучше. Следующий вопрос. Как вы находите объекты, и сколько у вас мастеров? Ну, мастеров у меня немного. Это основной костяк. Это 4 человека. Как вы находите объекты? Я использую Instagram рекламу. Я веду свой блог в YouTube, где вы смотрите это видео, собственно говоря. Ну, в основном, конечно, это сарафанное радио. Те клиенты, которые мы уже хорошо сделали, которые рекомендуют нас своим каким-то друзьям или родственникам. Какое у вас образование? У меня образование никакое. То есть я даже не окончил школу, хотя учился в классе с, так скажем, архитектурным уклоном. Там был упор на художественность, архитектурность какую-то. Но, в общем-то, я не доучился, потому что, собственно говоря, попал в плохую компанию, начал плохо учиться, гулять. Да и родителям, в принципе, было пофигу на мое воспитание. У них там были свои проблемы и терки. Но потом уже нужно было достаточно рано начинать зарабатывать на жизнь. и быть уже самостоятельной единицей. Когда ждать онлайн-обучения? Онлайн-обучения пили уже, ребят. Совсем скоро, совсем скоро. Сейчас совсем разберусь. И запилю онлайн-обучение. И будет очень много онлайн-обучения. Начну с самого базового. И потом даже буду делать какие-то суперсложные вещи, для уже продвинутых мастеров. Но, в основном, сделаю базу такую для новичков. Потому что я, в принципе, чувствую в этом потребности. Я чувствую, что онлайн-обучение – это интересная тема, которая, в принципе, нужно делать. Потому что, если не сделаю я, а я сделаю 100 пудов нормально это дело, то сделает кто-то другой и криво, косо. И, короче, ничего хорошего вы там не приобретете. Так, ну и последний вопрос. Яна Бородина, здравствуйте. А вы уже попробовали работать с пробковой штукатуркой? Можете поделиться своими впечатлениями? Не знаю, что за пробковая штукатурка. Не пробовал. В общем-то, вот и все вопросы, друзья. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Я надеюсь, что он был информативный. Много я, в принципе, раскрыл таких тем, о которых я раньше вообще не говорил. Не поднимали мы эти вопросы. Так что увидимся в следующем видео. Желаю вам, как всегда, творческих успехов и хорошего настроения. Все, пока-пока. Скоро будет мастер-класс и новые обучения. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok